Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Объем размещенных на них средств на 12,5. В банке отмечают, что вложения в строительство растут благодаря мерам господдержки и росту доверия дольщиков к счетам из КРОУ. Программа Экономика. Впервые оппозиционер может получить зарплату в УЗС. За работу в комитете платить предлагают Леониду Сандалову, депутату от КПРФ, который занимает пост зампреда комитета по промышленности. Вопрос этот рассмотрят на октябрьском заседании ЗАГС Собрания. Месяцем ранее депутаты как раз одобрили поправки, которые позволяют выплачивать деньги не только главам комитетов, но и их замам. Экономика. На 101 ФМ. Кировчанин лишился пособия по безработице, не ответив на телефон. Такой факт зафиксировала прокуратура Свичинского района. Местный центр занятости приостановил выплаты мужчине, потому что он не взял трубку, когда ему звонили сотрудники центра. После вмешательства прокуратуры начисление пособия возобновлено. Отмечу, что в этом году в России направили на выплаты безработным 165 миллиардов рублей. В России в следующем году сумму хотят снизить до 122 миллиардов, потому что рассчитывают на снижение числа зарегистрированных безработных. Экономика. Завершение курсов валют на сегодня доллара 77 рублей 8 копеек, официальный евро 91.36. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.